Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. В горах минус 2, плюс 3. Днем плюс 19, плюс 24. В горах местами плюс 10, плюс 15. В Черкесске переменная облачность без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем 22-24 градусов тепла. Подведены итоги опроса общественного мнения о деятельности полиции МВД России Зеленчукский. Был проведен мониторинг общественного мнения о деятельности отдела. Опросом охвачены 300 человек в возрасте от 18 лет. Они анонимно ответили на несколько вопросов, касающихся доверия к УВД, уровня защищенности и оценки деятельности полиции. Более 90% респондентов ответили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество. Доверяют полиции и положительно оценивают работу органов внутренних дел. Не так давно в Карачаево-Черкесии стартовал проект «Фотошкола.ру». Спикером этого проекта стал известный фотограф Ринатурусов. Чему учили начинающих фотографов, при чьей поддержке состоялся проект, а также что является главным составляющим хорошей фотографии и как можно стать профессиональным фотографом. На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии. Рината ответит мастер-ведущей Бори Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Венат. Доброе утро. Рада тебя видеть у нас в гостях. Я всегда тебе рада, потому что ты всегда столько хорошей информации рассказываешь, позитивной информации рассказываешь, говоришь о том, что происходит в художественном мире нашей республики. И вот в очередной раз ты приехал с такой новостью. Я знаю, что еще в сентябре должен был стартовать проект фотошкола.ру, но из-за последних событий в нашей жизни все это откладывалось. И совершенно недавно проект стартовал, где ты выступил спикером. Мне бы хотелось узнать, как все прошло, где прошло, как прошло. Доброе утро было. Действительно, этот проект у нас был еще разработан для 2021 года. И в сентябре, к сожалению, из-за пандемии в данном случае нам не удалось его реализовать. Мы боялись просто собирать группу, потому что у нас по проекту минимум 60 человек должно было быть в группе. И из-за этого нам пришлось откладывать. И только в феврале 2022 году нам предоставилась такая возможность. У нас появилось окно. И группа очень быстро набралась, на самом деле. Причем группа была не только среди студентов, потому что на базе Карачаево-Черкесского государственного университета проходила фотошкола. Еще нас очень сильно поддержало агентство федеральное. Это Росмолодежь, потому что это грантовый проект. Высокогорный креативный кластер. Вот как раз те ребята, которых вы знаете, и Расул, и Денислан, и Ибрагим. И да, я был одним из спикеров. Вторым спикером выступала Милада Буинсузова. Она также занимается фотографией. И она поделилась своим опытом с ребятами. Ну и я тоже провел несколько занятий. Вся фотошкола у нас получилась в три этапа, потому что у нас был теоретический курс, где мы поговорили об основах фотографии, о свете, о том, как выбирать жанр фотографии, о настройках фотоаппарата, о подборе фотоаппарата. То есть весь вот этот основной базис, который изначально обязательно должен включаться в образовательный процесс. Лена, знаешь, что хочу у тебя спросить? Вот там была техническая сторона, была и художественная сторона, понятное дело. Вот на твой взгляд, ты уже много лет профессиональный фотограф. Любой ли человек может стать хорошим фотографом? Я имею в виду профессиональным фотографом. Ну, профессиональным фотографом... Я вообще не люблю слово профессионал, если честно. Я считаю, что каждый человек так или иначе по-своему умеет и может передавать то, что он видит вокруг себя. Будь это природа, будь это обычная жизнь. Ну, хорошо, я скажу так. Одаренным, талантливым фотографом каждый ли сможет стать? Или непременно должен быть художественный вкус у человека? Ну, у меня есть свое личное мнение на этот счет. Я считаю, что если не во всех жанрах, то я думаю, что если человек уделит этому внимание, то каждый человек может сделать свой индивидуальный, неповторимый кадр, который так или иначе будет его выбивать из общего количества. То есть то, что сделаете вы, не смогу сделать я. Или, например, какой-то человек сделает, мы с вами вместе не сможем повторить то, что он делает. Вот в этом плане, я считаю, фотографию — это отличная возможность проявить свою индивидуальность в первую очередь. А я все-таки так не считаю. Знаешь, мне кажется, человек должен обладать каким-то уникальным даром сделать уникальную фотографию. Вот лично мне так кажется. Но все-таки вот на твой взгляд еще основная составляющая хорошей фотографии — что это? Ну, это желание. В первую очередь желание, интерес. Ну и видение, наверное, потому что все равно видение. Человек должен тренировать свое видение. А как это можно сделать? Это, конечно же, классические произведения, натюрморты различные, художественные работы. Вот почему говорят, что фотограф — это как второй художник. Потому что, в принципе, корни фотографии идут из изобразительного искусства. И постановка света, в том числе, все это плавно перетекало в фотографию. И человеку просто нужен опыт, эмпирический в том числе. То есть он должен смотреть, у него должна быть насмотренность. Он должен знать определенные основы композиции и постановки фотографии. А то, что мы говорим о таланте, это уже то, как он с этим сможет разобраться и использовать свои деятельности. И все-таки черно-белая фотография, цветная фотография — преимущества той и другой. Ты лично предпочитаешь черно-белую фотографию или цветную? Вот я никогда почему-то, мне кажется, у тебя этого не спрашивала. Столько мы общались на тему фотографии. Потому что нынешний мир, он правда же состоит из картинок. Каждый, кому не лень, фотографирует все на телефон. Это все стало до такой степени просто, ясно и обыденно. Но тем не менее, вот та настоящая фотография, она же есть еще, она будет всегда, мне кажется. Черно-белая фотография, она чем отличается? Ну, если говорить о выборе, то я, конечно же, больше приверженец цветной фотографии. Почему? Мне нравятся вот теплые оттенки, цвета, которые передают именно тепло фотографии. Чтобы человек, глядя на фотографию, видел, прежде всего, именно тепло. То есть какие-то яркие, теплые оттенки, постельные тона. Будь это природа, либо это портрет. Но в любом случае, мое стремление, мое желание, чтобы человек в этом видел что-то теплое. Ну, при этом, это, конечно же, все цветное. Но если мы говорим о черно-белой фотографии, конечно же, это классика. И от классики мы никуда не уйдем. Потому что если человек сможет делать хорошие черно-белые фотографии, и сможет их делать таким образом, что человек, глядя на эти фотографии, будет чувствовать цвет, несмотря на то, что это черно-белые. Потому что именно градации от черного до белого позволяют работать профессионалу именно вот с этими оттенками, которые называются у нас тенями. И за счет работы с тенями человек добивается объема. И, как ни странно, он добивается даже ощущения присутствия цвета, несмотря на то, что это черно-белая фотография. Ну вот мне кажется, черно-белая фотография, она навевает какую-то определенную тревогу все-таки. Несмотря на то, что, допустим, стоит человек, он улыбается. Но мы-то привыкли к цветным фотографиям. Да, и на самом деле черно-белая фотография, если мы говорим о нашем детстве, то для нас это было как история. История семьи, история наших городов, история нашей страны. А сейчас же черно-белая фотография подразумевается, вот она подается именно в плане той же истории, но уже немного в другом плане, что это история в прошлом. То есть черно-белая фотография говорит нам об истории из прошлого. То есть когда мы росли на черно-белой фотографии, мы воспринимали эту историю настоящего, потому что мы жили, и для нас это было обыденностью. А сейчас люди, видя такие фотографии, они переносятся именно в прошлое. Поэтому работая сейчас на черно-белой фотографии, человек прежде всего должен продумать именно ту историю, которая будет у него в кадре. История природы, либо это будет история людей. Хочу, чтобы ты напомнил о том, что ты занимаешься еще туристической деятельностью. Как в этом плане у тебя обстоят дела, в этой деятельности? Ну, мне очень интересен, и на самом деле мне повезло. Я познакомился с очень хорошей командой. Это команда InRussia Today. Вы также сотрудничаете? Мы уже сотрудничаем два года, и буквально недавно у нас был тур. В ближайшие выходные у нас тоже намечается тур групповой. И в основном я занимаюсь именно территорией Карачаева-Черкесии. То есть я гид по Карачаево-Черкесии. Несмотря на то, что Северный Кавказ у нас многогранен, есть другие республики, но я, конечно же, с удовольствием представляю наш родной край, нашу республику. И гости, которые посещают наш регион, я, конечно же, с удовольствием рассказываю о том, что я знаю, общаюсь с нашими старейшинами, которые живут, например, в горных аулах. И то, что они мне рассказывают, я стараюсь передать нашим гостям. Потому что такой информации все-таки в путеводителях не найдут. Да, не найдут. Завершая нашу программу, нашу беседу, я хочу у тебя спросить опять-таки про фотошколу. Как она будет действовать сейчас? Главный, основной плюс фотошколы именно для участников. А участники были со всей республики, принимали участие. Не было каких-то возрастных ограничений. И основным таким моментом это была бесплатная фотошкола. То есть абсолютно любой бесплатно мог пройти три этапа. Обучение. Да, это основа фотографии, теоретический курс, практика, которая у нас была. Мы выезжали как раз и в Донбай поехали, поснимали потом на Гумбаши, наш очень живописный перевал. И ребята с национального ансамбля Шофлук нам очень сильно помогли. Они были вашими? Они были нашими моделями, да. В национальных костюмах мы как раз снимали на фоне наших красивых пейзажей. Красиво, красиво. Ну и третий этап это был у нас... Я очень рад отдельно, что у нас прошла фотовыставка участников фотошколы. В общем, дети обучились. Ну, обучились, конечно же, хотелось бы еще дальше продолжить обучение, но последние события нам немного... Будем надеяться на лучшее. Ренат, я благодарю тебя за участие в нашей программе. Побольше позитивных новостей, побольше ярких, красивых фотографий. Удачи тебе. Спасибо. Студент КЧГУ имени Умара Алиева Али Баташев стал обладателем гранта президента Российской Федерации. 17-летний спортсмен является призером первенства страны и признан самым молодым мастером спорта по боксу. Али Баташев помимо занятий спорта проявляет себя в научной деятельности, являясь отличником учебы. О целеустремленном юном боксере подробнее расскажет Али Хан Левшоков. Он является призером первенства России среди юниоров, членом сборной Российской Федерации по боксу и признан самым молодым мастером спорта по этому виду в Карачаево-Черкесии. Совсем недавно 17-летний Али Баташев стал обладателем гранта президента Российской Федерации в размере 20 тысяч рублей, который будет выплачиваться ежемесячно в течение года. Данный грант выдается учащимся образовательных учреждений, показавших высокие достижения в определенной сфере деятельности. Али Баташев является студентом первого курса факультета физической культуры и показывает высокие результаты в учебе. У нас выделился студент Баташев Али первого курса в отделении педагогического образования, то есть он будет учителем физкультуры и безопасной жизнедеятельности, который в течение неполного года проявил себя и как отличный учебник по учебе, отлично учится, а также один из самых молодых спортсменов. В последнее время, где-то месяца два занимался по теоретической линии, по теории физико-культуры и спорта. И вот среди этого направления Али буквально недавно, в феврале этого года, выиграл грант президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Али Баташев родился в многодетной семье в селе Кайдан, начал заниматься боксом в шестом классе. Каждый день добирается до соседнего села Пристань, где функционирует секция бокса. Он является не просто волевым спортсменом, но и воспитанным и прилежным студентом, отмечает куратор студента, кандидат педагогических наук кафедры спортивных дисциплин КЧГУ Нелли Саркисова. Очень культурный, образованный мальчик, очень-очень скромный, это первое. Он всегда стесняется, когда разговаривает, а если его хвалим, он тоже стесняется. Вы знаете, и очень трудоспособный. Когда он успевает тренироваться, ну и успевает еще и учиться. Всегда на занятиях аккуратный, общительный. Юный боксер продемонстрировал непоколебимую силу духа, став серебряным призером первенства России в Барнауле в 2021 году. Сам Али Баташев отмечает, что необходимо развиваться не только физически, но и умственно. Сейчас Али готовится к участию в чемпионате страны по боксу, который пройдет в Суздале. Спорными тренировками, наверное, терпение, отказа от многого. Чтобы выполнить нормативы мастера спорта, надо или вторым на России стать, или высший результат какой-то. Я стал в Барнауле финалистом. Я уверен, где бы я ни работал, буду стараться формировать у всех, кто меня окружает, приверженность к спорту и здоровому образу жизни, отмечает спортсмен. Али Халипшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Каждый воспитатель – чуточку актер. В этом убедились на профессиональном конкурсе воспитателей-юмористов, который прошел в Аулихабес. В театральном мастерстве соперничали шесть коллективов из разных дошкольных учреждений района. Ни для кого не секрет, что профессия воспитателя – одна из самых творческих. И каждый воспитатель в душе – чуточку актер. На утренниках они так мастерски перевоплощаются во всех сказочных героев, что их игре могут аплодировать даже профессиональные актеры. И сегодня, находясь на большой сцене Дома культуры Аулахабес, они в очередной раз доказали, что справятся с любой заданной ролью. В этот раз воспитатели освоили амплуа комедийных актеров. Мне кажется, они чувствуют себя очень хорошо. И я вам скажу, на мой взгляд, они подходят к своему делу очень серьезно, ответственно. И даже я вам честно могу признаться, что играют они намного лучше некоторых профессиональных актеров. Это лично мое мнение, я думаю, не только мое. И каждый раз, когда они выходят на сцену, это просто атмосфера за кулисами, это надо видеть. Ощущение, как будто они выходят на сцену Большого театра, нервничают, все так обдумывают, все такие серьезные. Ну и выходят на сцену, видите результат. На этом конкурсе в актеры поддались все, от воспитателя до прачки. Они погружаются в роль и играют с большим удовольствием. И все действие проходит на черкесском языке. Такой подход – один из эффективных методов популяризации, развития и сохранения родного языка, считают организаторы. Творческие семейные тандем королей юмора Артура и Фатимы Кедокоевых и один из самых молодых и талантливых поэтов Республики Артур Кенчишаев в качестве жюри оценивали выступления смешных и задорных воспитателей-юмористов. Я, например, чувствовала мандраж, ну, волнение, конечно, есть, а так мы не раз выступали, поэтому нам, главное, нам нравится участие. Мы всегда настроены позитивно, мы желаем удачи нашим соперникам, а, естественно, нам победы. И они победили. Театральный коллектив из детского сада «Нур» Аула Хабес оказался лучшим в конкурсе и занял первое место. Следом за ними актеры садика «Анюта» из Инджиджишхо, а юмористы из дошкольного учреждения «Даханау» из Аула Малой Зинчук стали третьими из шести номинантов на победу. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Харачаево-Черкесия, Хабес. Настало время нашей постоянной рубрики «Афиша». Наша обозреватель Альбина Курачинова-Кенжева сделала подборку картин, которые сейчас в прокате. Приятного просмотра. Доброе утро, дорогие телезрители. Как ваше настроение? И вот что я подготовила для вас на этой неделе. Космонавты спасают мир от падения спутника. Павел Деревянко и Владимир Вдовиченко в драме о реальном подвиге. Космическая станция «Салют-7» находится на орбите и перестает отвечать на сигналы Центра управления полетами. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти мертвую станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Далее в нашем списке идет картина «Все везде и сразу». Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно. Известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Премьера отечественного мультфильма «Мальчик-дельфин» никого не оставит равнодушным. Дельфиненок-снежок спасает в волнах маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе, будоражив морских обитателей своими веселыми проделками. Пока однажды покой их радостного мирка не нарушил злобный осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жизни среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. На этом я прощаюсь с вами. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»